Роман Цымбалюк, журналист, блогер, человек, который провел много лет работая в Москве, сейчас с нами на прямом включении телеканала Freedom. Роман, рада видеть. Привет. Привет, привет. И смотри, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты, понимая эту московскую журналистскую кухню, веришь ли ты в то, что Красовский мог стать очередной сакральной потенциальной жертвой? На самом-то деле это все вполне возможно, потому что после того, что случилось с Дарьей Дугиной, вся вот этот вот цех пропагандистский, они сильно загрустили все, потому что понимают, что что-то тут не так, что их хозяин, их царь, он их не очень-то и бережет, и понимает, что там большая очередь стоит на их место, и, в общем, тут все возможно, на самом-то деле, тем более он такой человек яркий, когда-то представлял себя в качестве российского либерала, чуть ли не оппозиционера, он, кстати, приезжал к нам на Майдан, ходил в вышиванке, то есть человек, как это, без четких, без стежни, вот я бы, наверное, это сформулировал так, и, в принципе, он интересен тем, что вот по нему можно наблюдать, как вот у людей проявляется их вот эта вот сущность имперская раз, и в конечном итоге украинцев нужно убивать, ну, то есть конституцию сжигать, людей сжигать и так далее. Но опыт подсказывает, что если хочешь кого-то сжечь, будь готов, что с тобой поступит точно так же. — Скажи, пожалуйста, а тебе не кажется, что в случае Красовского, а мы же говорим о человеке достаточно продуманном, хитром, может быть, это просто попытка пропиариться? Может быть, он как-то запустил эту информацию для того, чтобы нажить себе так называемых высокорейтинговых врагов? — Ой, ну, я не знаю. Тут все, еще раз, вся вот эта вот их цеха российских информационных террористов, они же вот все подчеркивают свою значимость. Но вот после Дарьи, еще раз, они все загрустили, потому что оказалось, что не все так просто, что могут убить и по-настоящему, для того, чтобы потом лить вот эти вот крокодили и слезы, и говорить, ох, как жалко, давайте бомбить Украину. Можно подумать, что не было попыток соответствующих. Я имею в виду, что там Симонян там разместила у себя какое-то там письмо, что там хотят с ней что-то сделать, Следственный комитет даже возбудился. То есть они реагируют на какие-то, знаете, такие, ну, то есть они пытаются на этом делать себе имя, что вот они там такие защитники Путина, защитники Российского рейха и так далее, и так далее. Но я к этому отношусь очень-то так скептически. Я поняла. Скажи, пожалуйста, вот этот вирус какой-то странный, который косит журналистские ряды Москвы, ведь он как-то как будто бы раз в один момент и появился. Вот что это за резкая смена позиций? Ведь раньше даже Соловьев слыл либералом, ну, про Антона мы уже поняли, да, и в вышиванке ходил, и рассказывал, что на самом деле давайте разбираться. А теперь он как-то раз по щелчку, их всех как тумблер переключили, и они начали рассказывать о том, что партия Путина – сила народная. Что такое? Там, наверное, точнее будет так. Один президент, один народ, один рейх, а, или одна победа в их версии. И две буквы за, да. Да. Ну, вообще, вот этот весь процесс называется фашизация общества, в принципе. Когда-то, там, лет еще 10 назад и больше говорили, что российская журналистика поломалась на квартирном вопросе и ипотеке. Сейчас же, ну, то есть, это все начиналось вот с этого, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы пришли до ситуации, когда в России не осталось журналистов в принципе. Это даже не пропаганда, это информационные террористы. Сейчас они добили, там, последние оплоты, где какие-то можно было высказывать независимые точки зрения. Но, в целом, это не во вправдание этим людям, но у них так сложилось, что, если ты хочешь работать на позиции, которую в мире называют журналистикой, а в России, как мы сказали, ее уже нет, причем давно, то можно работать только в пропаганде, в пресс-службе Кремля, такой вот развлекленной. Ведь я в данном случае что имею в виду по словам пресс-служба Кремля? Не только там, где Песков работает. Нет, нет, нет. Потому что все российские телеканалы, это и есть филиалы пресс-службы Кремля, которые вот эти вот все вещи потом транслируют под одну дудку. Вот, наверное, вот так вот. Короче, они начали пропитываться, как огурцы соленые в банке, и все стали убежденными российскими нацистами, ну что ж, которые теперь толкают российских граждан на смерть в Украине. Ром, а известно ли тебе, где сейчас находится физический кантон Гроссовский? Он же директор АШТУД, этого пропагандистского телеканала, у них офисы в Европе, ну и в России, понятное дело. Не знаешь ли ты, где он? Ну понятно, что записывать вот эти видео на фоне какой-нибудь стены, рассказывать, что нужно и где сжечь, это можно в любой точке мира. А вот где он находится сейчас? С большой вероятностью где-то на территории России, потому что, во-первых, он под санкциями европейскими, и, соответственно, он не может никуда выезжать. Я думаю, он находится в районе адреса Москва, Зубовский бульвар 4. Это гигантское здание, построенное перед Олимпиадой 80. Там размещается российская пропаганда, фактически вся. И Раша Тудэй там имеется, и, соответственно, РИА Новости, и там другие спецподразделения по промыванию мозгов себе, своим гражданам, и попытки действовать за границей. Там он сидит с большой вероятностью. Понятно, что у них там есть еще какие-то офисы, потому что компания богата. Путин на Маргариту Симонен денег не жалеет. Поэтому в Москве где-то, где им еще быть? Рома, ну и хотелось бы с тобой еще обсудить такую историю, как буквально взрыв в пабликах российских. Пишут, что умер предатель. А речь-то идет о том, что ушел из жизни Михаил Горбачев. Вот можно с тобой обсудить эту тему и спросить твое мнение? Да, что-то мы сегодня по трупам пошли, да? Ну, а как? На войне, как на войне. Вот в части трупов, если ты позволишь, я все-таки иди с угрозой российским пропагандистам скажу. Сейчас же, когда погибла эта Дарья Дугина, сразу нашли всех, там, СБУ, там, не СБУ, нацгвардия, в общем, Украина виновата. А прошло, там, два часа, и уже вот все они определили виновного. Просто так совпало, что на днях была годовщина уничтожения российского террориста Захарченко, и тогда тоже, вот, вроде как, расследование ФСБ, они еще стеснялись туда приезжать, в Донецк, потому что, но в конечном итоге приехали, проводили расследование. Столько было соплей по российскому телевидению, это просто отомстим, не забудем, забыли, и расследование в публичном пространстве не закончилось ничем. Это так, российским пропагандистам на заметку. А что касается Михаила Сергеевича Горбачева, ну, тут есть кто-то его хвалит, кто-то его, там, поносит. Я думаю, что, ну, мы, наверное, должны просто зафиксировать, что в результате не его личной деятельности, а вот в результате его, вот этого исторического периода Советского Союза, Украина получила независимость. Когда его обвиняют в развале Советского Союза, то это так, ну, это так, знаете, так нечестно, потому что не он развалял Советский Союз, а Ельцин Борис Николаевич, он стремился к власти в России и пошел вот на такой вот шаг. Просто российским патриотам, которые тут будут топтаться на памяти этого человека, абсолютно не святого, хочется сказать, что именно Ельцин передал власть кому, Владимиру Путину. То есть я к тому, что вот этим собирателям русских земель нужно частенько смотреть в свое прошлое и кому они носили чемоданы в свое время. Было это совсем недавно. Вот. А то, что Советский Союз развалился, ну, пусть могут кого угодно они обвинять, но мне что-то кажется, тот, кто чуть-чуть постарше, он помнит, что эта страна, она была банкротом как в идеологическом плане, страна вранья, которая, кстати, сейчас превращается в Российская Федерация, и в экономическом. Ну, палец она на нефть, и все оно посыпалось. Ну, что ж, о покойниках ничего, кроме правды. Да, получается, что теперь люди, которые хотят восстановить империю Советский Союз, они начинают обвинять покойного Горбачева в том, что он их империю, которую они пытаются построить, собственно, и развалил. Ну, такая, вот такой нарратив звучит. Ром, спасибо тебе большое. Роман Цымбалюк, журналист, блогер. Я подписана, всем рекомендую. Был в эфире телеканала Freedom. Спасибо тебе, и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok